Здравствуйте, уважаемые телезрители! В этой области это уже точно, возможно, приедут гости, да, я так думаю. Вот как раз-таки подробнее расскажите об этом, так это или нет, и кто будет представлять свою продукцию, для чего вообще такие конкурсы проводятся, и, ну, так сказать, какой положительный момент вы ждете в результате этого конкурса. Добрый вечер, уважаемые телезрители! На предстоящей неделе, 5 июля, у нас состоится региональный конкурс-выставка «Лучшие товары Казахстана». Вот, в этом году он будет проходить перед торгово-развлекательным центром «Мега Ахтубе» Керойн-Сити нынешний. Вот, в данном конкурсе изъявили желание принять участие порядка 40 предпринимателей, из них на сегодняшний день 36 подтвердили свое участие. Вот, конкурс у нас проводится по трем номинациям, это «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие товары продуктового назначения». А примерно, вот с какое время будет длиться сама выставка в ходе выставки, где это будет? Это все под открытым небом будет располагаться или же где-то под каким-то конструкциями, потому что все-таки на улице жарко и все это обойти, я думаю, довольно все равно непросто. Да, выставка будет проходить во второй половине дня, мы время специально подобрали, с теневой стороны это все будет проходить, концертная программа будет, с трех часов официально начинается выставка, в четыре официальные открытия с участием рук официальных лиц выступления, концертная программа будет. В рамках выставки жители города могут, как раз перед праздничным день, посмотреть производимую продукцию наших актюбинских производителей, там же по итогам выставки пройдет награждение по трем номинациям, да. Те участники, которые пройдут финал, они будут представлять актюбинскую область 28-30 июля текущего месяца, текущего года в Астане на республиканской выставке «Лучшие товары Казахстана», который будет проходить в рамках ЭКСПО-2017. Также помимо этого мероприятия, там будет три больших мероприятия, республиканский конкурс, как я говорил только что, форум производителей «Олу Далаиле» и выставка сделана в Казахстане. На данном форуме примут участие иностранные делегации на республиканском мероприятии, главы нацкомпаний, компаний-недропользователей, где им будет предложена продукция казахстанских производителей. По каким критериям отбираются победители вот этого конкурса? Так, третий год, как Палата предпринимателей является организатором данного конкурса, на сегодняшний день у нас есть экспертная группа, входящая в комиссию, комиссия состоит из 16 человек, из них 5 человек, это экспертная группа, это сотрудники организации, которые оказывают услуги в сфере сертификации, стандартизации, оценки качества товаров, специалисты своего дела. Со следующего года сейчас нами предложено, чтобы материалы участников со следующего года будут размещаться на сайте и методом голосования потребителей мы уже будем определять, то есть комиссии уже не будет, сам потребитель будет определять лучшего. Это со следующего года, да. И в целях оптимизации, то есть упрощения участия, подачи участия, заявки для участников с этого года мы ввели, можно через сайт Палаты предпринимателей, там есть закладка «Лучшие товары Казахстана», можно через удаленно подать заявку для участия. Это уже на следующий год, да? Нет, заявку можно уже в этом году подавать, а потребители будут выбирать своего победителя со следующего года, в этом году пока по старой схеме. Ну то есть получается, что потребители выберут своего лучшего производителя, это будет как-то входить в рамки конкурса или же будет победитель конкурса отдельно и победитель, так сказать, получит приз зрительских симпатий уже через сайт? Нет, это все будет в рамках конкурса. Это все будет в рамках конкурса. Получается, это будет одним из критериев победы того или иного производителя или это будет основным, так сказать, условием для того, чтобы производитель победил, главное, чтобы за него больше всего проголосовало? Да, сейчас хотим, вот мы дали предложение, сейчас внесут изменения в правила рассмотрения заявок и вот основным критерием вот это вот выбор потребителей, в общем. В это все входит и качество, и сбыт, как бы, и оформление продукции. Спасибо. Звоните нам по телефону 222-333, задавайте свои вопросы. Вот я хотел бы узнать, в прошлом году, кто удостоился чести стать победителем нашего регионального конкурса «Лучший товар Казахстана» и в дальнейшем какова судьба наших победителей? В прошлом году у нас тоже по трем номинациям провели конкурс. Это, если брать номинацию «Лучшие товары для населения», там у нас три октябинские компании. Это компания «Вестлайндорс», компания «Молодая», буквально второй год на рынке работает. Вот они первый раз приняли участие, заняли призовое место. Это компания, производящая межкомнатные двери. Вторая компания, это у нас «ТК Фарм», компания, которая производит сиропы, форматов чистой промышленности. И третья компания, это у нас «НПК Хим Ахтубе», они производят бытовую химию, чистящую средства под брендом «Микселит». То есть это казанская франшиза, здесь место наш молодой предприниматель занялся, он производит и свою продукцию распространяет по западному Казахстану и также в Астону поставляет. Вот эти три компании, я вот сейчас беру только по одной номинации вам пример, были выставлены на республиканском конкурсе. Также были они отмечены, там активно производители очень активно приняли участие, были отмечены организаторами. Допустим, компания «Веслайндорфс» в настоящее время практически процентов 70 производимых дверей сейчас поставляет в Астону. Там во время выставки у них были налажены контакты с местными строительными гипермаркетами на поставку дверей. «Микселит», допустим, тот же самый, который производит бытовую химию для клиринговых компаний. В России, сами знаете, в столице у нас много высотных домов стеклянных, и там есть потребность в их продукции. Также заключили контракты на поставку своей продукции. И «ТК Фарм» в принципе он единственный производитель. И он как бы является, у него до этого были там уже наработанные контакты, укрепил свои позиции еще больше. Получается, что этот конкурс, он не только выявляет лучшего среди производителей, но и позволяет производителям налаживать какие-то контакты, бизнес-контакты для того, чтобы поставлять свою продукцию. Совершенно верно. Наши октябинские компании, которые будут участвовать вот в этом конкурсе, уже заявили. Есть ли среди них какие-то молодые, такие, которые перспективные, о которых мы услышим впервые, и которые в принципе могут поспорить с нашими уже такими корифеями бизнес-рынка? Да, вот в этом году нами тоже было предложено членами комиссии, вот ежегодно мы выбираем одни и те же, ну не одни и те же, но небольшую группу компаний, которые крупные производители, которые соответствуют всем критериям. У них и экспорт развит, и огромное количество людей работает на этих производствах. В этом году мы хотим уже в целях мотивации рассматривать более внимательные заявки молодых производителей. То есть дать им шанс показать себя на уровне республики, представить нашу область на уровне республики. Ну, а для того, чтобы, например, поспорить с такими маститыми бизнесменами, молодой предприниматель должен, я не знаю, иметь очень сильную материальную базу. А не проще ли для этого сделать какой-то вот отдельный конкурс, то есть есть отдельный конкурс «Лучший товар», например, «Лучший товар Казахстана», а вот отдельный конкурс что-то вроде «Лучший новый товар Казахстана». Такого нет? Или что-то предполагаете вы? Потому что, мне кажется, ставить в один ряд тех людей, которые уже давно построили и сделали свое имя на нашем рынке, и в этот же ряд ставить людей, которые только начинают пробиваться и, возможно, конечно же, не во всем еще на все 100% готовы к нашему казахстанскому рынку. Но, тем не менее, хотят, хотят, чтобы их узнали, хотят заиметь новые связи. И вот как раз-таки, мне кажется, старые такие наши бизнесмены, которые уже давно себя показали, они, мне кажется, станут какой-то стеной, преградой для того, чтобы развиваться молодым. Вот вам такого не кажется? Да, у вас хороший вопрос задали. Вот для маститых бизнесменов у нас есть конкурс более такой посложнее. Это Алтан Сапа, президентская премия, это считается высшей наградой в области качества производимой продукции. А лучшие товары Казахстана, в принципе, здесь, видите, ограничений никаких, то есть запретов никаких нет для участия. Поэтому и здесь крупные компании тоже мы им не можем запрещать, они тоже принимают участие. Но, тем не менее, мы рассматриваем, если крупная компания участвует в конкурсе Алтан Сапа, то приоритет здесь больше дается как молодым. Молодым, да? Хорошо, спасибо большое. Я надеюсь, что наши молодые предприниматели в полной мере покажут свой потенциал на этом конкурсе. И, возможно, несколькими, хотелось бы, чтобы десятки молодых предпринимателей стали известными по всему Казахстану. Тем не менее, реалии есть реалии. То есть, несколько самых лучших, самых сильных предпринимателей, которые покажут себя во всей красе, станут известны на всю республику. Кстати, вот немного поговорим о межрегиональной кооперации. Дело в том, что, так сказать, вот такие конкурсы, да, они могут быть не только наши октябрьские, да, вот областные, но они могут распространять свое влияние, известность того или иного товара на другие города, вот соседних областей. И вот хотелось бы узнать, наши молодые предприниматели, насколько сейчас сотрудничают с нашими областями, но хотя бы с соседними областями, уже не говорим о всем рынке республики. Тем не менее, вот примерно вот на каком уровне мы сейчас находимся, насколько быстро идем, так сказать, вперед к светлому капиталистическому будущему. Да. Наши производители очень активно сотрудничают с нашей организацией, с палатой предпринимателей, да. У нас есть наши коллеги в других областях, также мы, у нас есть единый реестр, куда мы вносим наших всех производителей. Вот. И периодически проходят выставки, форумы. В соседней, допустим, Матровской области очень много компаний-недропользователей частенько проводят. Крупная, недавно была, вот компания «Тэшоу» проводила. От Актюбинской области порядка 8 компаний приняло участие в данном форуме. Некоторые даже заключили контракты с компанией «Тэшоу». Вот. В Астане проходят часто выставки. При национальной палате предпринимателей действует дочерняя компания, внешнеторговая палата. Вот. Данная организация наладила контакт с российской торговой промышленной палатой, да. Мы с ними ведем плотную работу. Они нам направляют свои запросы, мы направляем свои запросы, проверяем надежность поставщиков. Здесь еще ВТП сейчас огромную работу провела в направлении Китая. Сейчас большой потребитель у нас. В прошлом году тоже в квартал один раз проходят выставки в Пекине. Ну, здесь они больше заинтересованы нашими сельхозпроизводителями. Так как, сами знаете, у них, у нас огромный потенциал нашей страны в этом направлении. Вот. В прошлом году порядка шести компаний местных, такие крупные, мескабинаты, Алгинские, вот они все ездили, молочные компании принимали участие. Вот. Сейчас ожидается увеличение экспорта в сторону Китая. Именно сельхозпродукции. Мы тоже, у нас есть аналитический отдел, который проводит анализ, сколько мяса, сколько молочных продуктов выводится. Вот. Идет на увеличение. Хорошо. Спасибо большое. Довольно интересная такая тенденция, которая, возможно, кстати, и заинтересует наших начинающих предпринимателей о том, так сказать, куда ветер дует. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был эксперт региональной палаты предпринимателей Боржан Ронбасарович Дарков. Спасибо. Спасибо. До встречи.